Всем доброе время суток, как вас дела? Меня зовут Алгажан и добро пожаловать на мой YouTube канал. Сегодня я хочу поговорить на тему, как выбрать правильную профессию. В основном видео адресуется для 10-11 классников. Если вы родитель, можете показать видео для своих детей. Если вы школьник, то без проблем, тоже очень круто. В основном школьники, когда им 10-11 класс, даже в 9-м они уже думают о будущем профессии. Какой выбрать предмет-то? И уже исходя от этого предмета, вы выбираете определенную профессию. И как же сделать правильный выбор? Вам все говорят, это очень важно. Что это самый важный момент в вашей жизни, который предопределит вашу судьбу. Но это не прям так. Вам просто это навязывают. И я хочу сказать вам, чтобы вы расслабились. Все будет окей. И все можно изменить. Все в ваших руках. Люди в основном учатся в университетах до даже 40 лет. Окей? Если вы заметите, у некоторых по 2-3 высших образования. Почему? Потому что мы, люди, пришли на эту землю, чтобы найти себя. У каждого у нас есть такая задача. Найти себя. Найти свое место. Мы должны найти свое место в этой жизни, как кирпичик. И это нельзя сделать, когда вам 16-15 лет. Вы знаете слишком мало о жизни. Вы не взрослый человек. У вас мало опыта. Понимаете? И это экстремально тяжело определить свою судьбу, выбрав одну профессию. Найти себя в 15 лет. Нет. Чтобы найти себя, истинного себя, уходит почти всю жизнь у некоторых людей. А у некоторых уходит меньше. Окей? Так что не парьтесь, я хочу сказать вам. Вы не должны прям чересчур об этом переживать. Когда вы, например, если вы выбрали профессию, да, не профессию, а предмет. Например, многие выбирают физику, потому что там много разных профессий. Но тут уже знаете, как сделать правильный выбор. В первую очередь, возьмите лист бумаги. Вот взяли лист бумаги и начинайте писать, что вы умеете. Пишите свои навыки, пишите свои хобби, пишите ваши интересы. Например, я рисую, я хорошо пою, например. Мне получается написать стихи, мне нравится читать книги, мне нравится история, мне нравится изучать иностранные языки и так далее. Например, мне интересна шахта там. Либо было бы круто, если я был бы металлургом, нефтяником. Кто-то может написать, я хочу работать в Акимате, я хочу работать в министерстве, я хочу быть дипломатом и так далее. Пишите свои плюсы, свои навыки, свои хобби, вы можете играть на добре и так далее. Сначала нам нужно написать список ваших интересов и хобби. Дальше. Убедите из него 80%. Оставьте только из 10 хобби, оставьте 2-3, которым вы бы хотели посвятить больше времени. Например, 3 часа в день, 4 часа в день. Хобби, которым вы бы хотели зарабатывать себе на жизнь. Вы знаете, я, например, я играю на добре, но и плюс я еще хорошо пою. Но петь мне хочется больше, например. И вы выбираете именно то, что вам хочется делать. Именно то хобби, которое вам хочется делать больше всего. И на чем вы можете зарабатывать деньги. Деньги можно зарабатывать на всем. Вы можете быть учителем по рисованию. Вы можете продавать свои рисунки. Можете делать дизайны и так далее. Окей? Очень много. Возможно, даже вы можете сказать, у меня нет хобби. Такое не бывает. У вас у всех есть интересы. Не бывает хобби. Даже игра на компьютере это хобби. Вы можете стать профессиональным геймером и зарабатывать на игре компьютеров. Либо вы можете открыть свой YouTube канал. Можно стать блогером. Сейчас на блогах очень много зарабатывают. Вы можете, например, играть на компьютере и снимать это. Делать какие-то реакции. Понимаете? То есть, в первую очередь, вам нужно написать список своих интересов, хобби и навыков. Дальше вам нужно убрать 80%, оставить только 20% и фокусироваться на них. Каждый день делайте что-то, чтобы стать лучше. Вам это уже не просто хобби, а вы уже более подходите профессионально. Окей? Более профессионально. Каждый день делайте что-то, чтобы подойти, стать лучше в этой деятельности, стать экспертом, да? То есть, профессионалом. Вот, дальше, посмотрите на предметы, напишите, например, что нужно, какой предмет нужно выбрать, чтобы стать вот этим. Например, какой нужно предмет выбрать, чтобы там пойти работать в Акимат. Что за нужно выбрать, чтобы стать художником и так далее, да? Вы выбираете. Дальше интернет в гугле вам говорит, например, чтобы стать там художником, либо певцом, вам нужно выбрать творческое направление, да? Вам не нужно выбирать какой-то определенный предмет. Если вам нужно там работать юристом, то тогда это право, да? Нужно выбрать там всемирную историю и так далее. Дальше вы выбираете предмет. Все, выбрали предмет. Ваша задача каждый день улучшать свое хобби раз. Второе, готовиться кенте. Вот и все. Готовиться кенте, что там, казахский язык, всемирная история, ой, казахская история. И дальше по вашему, и математика, и по вашему предмету, да? Просто готовитесь кенте. Каждый день, там, делаете по, просто разбейте, там, 30 минут сделали задание по казахскому языку. 30 минут, или бы час выучили Талабкер. Есть, да, такие книжки. Каждый день изучайте историю по часу, по два часа. Учите даты, смотрите фильмы и так далее, да, чтобы запоминать. Нужно учить казахскую историю, потому что вы, это, просто, много баллов вы себе добавите, 20 баллов, если вы будете хорошо знать, и математику. Дальше учите по своим предметам. Вот и все. Подготовились, например, сейчас сентября, либо сейчас, например, января, до ИНТ осталось, там, грубо говоря, до последнего, до последнего ИНТ осталось, там, 5 месяцев. Все. Разделите свой учебный план, например, там, книжку, разделите так. В январе я закончу, там, 30 страниц, например, по истории выучу. В феврале я выучу еще 30 страниц и так далее. И каждый день идите по этому плану. К концу мая вы закончите полностью книгу и так далее. То есть, например, я в свое время так делал с Талабкер, у меня все было, там, разбито по часам. Я выбирал всемирную историю и английский язык. Вот так, ребят, вы готовитесь к ИНТ, но в душе вы должны знать, не надо, там, если вы в ИНТ получили, там, плохие оценки, не надо, там, прыгать с крыши, самоубиваться и так далее, да. Это не вариант. У вас достаточно балл поступать в университет. Только обдуманно смотрите все университеты. Куда можно поступить, где можно выиграть грант. В основном старайтесь выиграть грант, да. И если университет не получается, прекрасно, то можно и колледж. Колледж тоже очень хороший вариант. Там и хорошие стипендии, и грант можно выиграть. В основном, если для многих, я думаю, что лучше выбрать заведение, где вы получите грант, потому что вам не нужно платить 3-4 года. Также это стипендия, это очень хороший стимул. Вот и все, ребят. Выбирайте, приходите в университет и снимаете свои розовые очки, и вы видите, что такое университет, что такое колледж, что такое студенческая жизнь. Имеет ли это общее с вашей профессией. Потому что многие, например, учатся в университете, а диплом это просто корочка. И основную практику вы получаете, когда вы приходите на работу, там все по-другому, и то, что вы учили 4 года, это просто не надо. Ну, во многих университетах так. Есть там некоторые технические университеты, либо технические колледжи, где, например, во время практики вы постоянно проходите на каком-то рабочем месте, а когда вы заканчиваете университет, получаете диплом, идете туда, сделаете договор и там работаете. Это круто. Например, я заканчивал там регионоведение, ну, у нас не было так. Окей? Вот и все, ребят. Даже если вы поступили туда, куда не хотите, либо вы поступили, вы поняли, это не ваше, то ничего страшного. Отучитесь 4 года, поступайте в магистратуру, посмотрите, что вы хотите. За 4 года вы уже поймете, что хотите, где хотите работать. И ничего страшного, можете поступить еще раз на второй высший, либо можете поступить на магистратуру. То есть, жизнь не оканчивается именно в одном университете. Не надо депрессовать, не надо там стрессовать и так далее. Просто пошли, отучились, увидели, что это не ваше, определились. Здесь, как говорил Джордан Питерсон, если хотите быть счастливым, идите туда, где хорошо. То есть, нужно уходить оттуда, где плохо. Вы понимаете, что в университете все плохо, это не очень, это не ваше. Идите туда, где вам хорошо. Вам нравится рисовать, идите туда, вам нравится петь, идите туда. Вот и все. Насчет уже других специальностей, например, что дальше делать, да, по жизни. У вас есть несколько выборов. Вы можете, например, как вы вообще хотите жить. Жить богато, жить стабильно, чтобы у вас был заработок. Вообще, какая жизнь вам нравится. Есть многие или какие амбиции. Хотите ли вы построить карьеру. Тут уже несколько разных ступеней. Сначала вы заканчиваете школу, поступаете в университет. Я вам советую, да, окончить школу, поступить в университет, получить диплом. Окей, это очень надо. Дальше попробуйте поработать по этому диплому. Попробуйте. То есть, для вас нужен стабильный заработок. Вы уже работаете, получаете зарплату. Попробуйте уже откладывать деньги, купить что-то. Ну, смотрите, что нужно базовое для нас в этой жизни. Что нужно? В первую очередь, нам нужна эта машина и квартира. Да? То есть, если материально мы говорим, нужно всегда, все, мы добиваемся, нам нужна крыша над головой, да, дом или квартира. И нам нужна машина для комфортной жизни. Дом и машина. Вот. Также, если духовно, мы говорим, то есть, нам нужна семья, то есть, жена, да, и дети. Вот, семья нам нужна. Вот. В первую очередь, те некоторые люди, которые хотят стать сразу бизнесменами после школы. Я не знаю, конечно, я сразу не становился. У каждого, конечно, своя дорога. Кто-то, может быть, исключение. У кого-то сразу получается, там, в 15 лет разбогатеть, открыть свой бизнес и так далее. Но у простых смертных так не получается. Я советую, в первую очередь, работать каждый день, ну, устроиться на работу, а дальше уже от этой зарплаты, отталкиваясь, копить деньги, там, по 20 тысяч, 300 тысяч в день, ой, в месяц. И в конце года у вас будет 200-300 тысяч тенге, которые вы можете куда-то инвестировать, например, что-то заказать из Китая за 300 тысяч тенге, добавить там сверху 30% и продать его за 500 тысяч. И вот так, вот так, вот так, вот так, оборотами, пробуя это, продавая это, продавая, либо продавая эту услугу, вы уже становитесь бизнесменами и уходите от основной работы. Вот так можно стать бизнесменом. И я думаю, в первую очередь, все равно нужно стабильный заработок. Чтобы стать бизнесменом, вам нужна стабильность, то есть в жизни стабильность нужна, чтобы у вас была работа, чтобы сначала нельзя перепрыгивать из низкого класса сразу в богатый класс. Это очень редко. Вот есть низкий класс, когда вот студенты, школьники, да, которые нету работы, ничего, есть бомжи, да. Есть средний класс, где, например, уже у людей есть там работа стабильная, зарплата, дом и там машина. И дальше есть богатый класс, да, элитный класс, где вы уже есть там бизнес, либо работа высокоплачиваемая, у которых все хорошо, да. То есть нельзя вот так перепрыгнуть. Сначала нужно раз, закончили школу, построили университет, начали работать. Возможно, вы построите отличную карьеру, да. Вы, может быть, там построите здесь отличную карьеру и можете стать акимом района, да, области, либо стать министром и так далее. Это тоже очень круто. Либо там доработаться до директора компании. То есть, чего вы сами хотите от этой жизни. Если вам нравится работать, быть там, если вам нравится вот эта работа, можете дальше всю жизнь работать, получать заработок за свой труд, вот и все. То есть у вас будет и машина, и дом, и все хорошо, да. Вот, вот это мой личный такой совет, да, для тех, кто хочет стать бизнесменом, кто-то хочет стать, например, спортсменом, кто-то хочет стать известным певцом. Но, в первую очередь, вам нужна стабильная работа. После вы уже сами решите, там, купить квартиру, купить машину и так далее. А для всех, вот, студентов, школьников, я хочу сказать, что жизнь не оканчивается на ИНТ, жизнь не оканчивается в университете. Если там вы учите в университете и вам это все не нравится, вы понимаете, что вы ничего не приобретаете, то ничего страшного. Вы заканчиваете университет 21 лет, и вам только 21, можете поступить на еще один университет, потом на еще один. Либо, смотрите, вы можете, например, закончить бакалавр, поступить на магистратуру и остаться работать в университете. Вы можете также стать учителем в университете, понимаете, и так далее. Вот, ребят, вот это весь мой посыл для школьников, которые хотят чего-то в целом в жизни добиться. У каждого разные амбиции, как выбрать предмет, да, выбирайте по своим хобби. И самое лучшее, это когда вы живете той жизнью, которую вы хотите, и зарабатывать деньги тем трудом, который вам нравится, да. Вот и все. Всем спасибо за просмотр, удачи, и пишите свое мнение в комментариях. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok